друзья рад вас снова приветствовать на своем канале я немного сменил обстановку поскольку мое кресло меня честно говоря уже задолбало и надо как-то менять картинку я думаю периодически буду какие-нибудь вставки делать из своей работы когда у меня есть время я немного делаю какие-то подсъемы чисто для себя просто чтобы они были хочу сразу же начать разговор с такой темы многие многие в своих социальных сетях в конце года начинает подводить всякие итоги и честно говоря меня это несколько коробит я бы я сейчас объясню почему иногда создается впечатление что люди ограничивают себя каким-то временным отрезком то есть в этом году у меня произошло там 3 5 10 а в будущем следующем году который сейчас наступает я обещаю себе вот это вот это вот это и когда смотришь на это понимаешь насколько люди себя ограничивают я понимаю конечно что в рамках некой системы четкой как в какой-нибудь бухгалтерии наверное удобно какие-то для самого себя делать отчеты здесь идем и готовились ребята и у нас там дверь закрывать либо тишина ваня да значит так с нами опять наш профессор артём александрович танцы ну а сегодня мы поговорим о проблеме с с которой сталкивается практически каждый начальник это когда подчиненные не остаются слушаться так стоп ребят ребят нам звук брак давайте пожалуйста по телефону говорит где-то и здесь и улицу дверь закройте вот но когда реально задумываешься жизнь оказывается несколько сложнее и интересней в этом плане потому что когда ты реально понимаешь взаимосвязь событий их в итоге их не получается в рамках одного года уместить возьму пример из своей жизни не буду ничего конкретного говорить например если бы со мной не произошли определенные события там 10 лет назад а потом еще пять лет назад я бы наверное не встретил свою жену которая мой друг соратник и самый прекрасный человек в моей жизни на сегодняшний момент вот и когда ты понимаешь взаимосвязь тех событий которые происходили там 10 и даже 15 лет назад с тобой сегодняшним ты понимаешь насколько жизнь интересна и сложна и в рамках в таких промежутках там в 12 месячных уместить те события которые допустим сегодня происходят но по сути просто невозможно и когда начинает там говорить что вот я этому году благодарен вот за это за это там галочки у себя ставят вот в следующем году я обещаю себе там и и начинается вот это вот составление программы но это но наверно так жить удобнее систематизировать там что-то строить программы наверное да наверное в рамках какой-то системы жить жить удобнее но допустим для меня как наверное для творческого человека составление программы на год но не знаю мне это неинтересно и неудобно но и скучно честно говоря я даже не хочу ничего планировать что будет происходить там в следующем месяце в следующем месяце вот если бы у меня там грубо говоря был бы проект какой какой-то годичный да я возможно там что-то как какую-то систему для себя составил но в глобальном смысле там течение года там что-то обещать себе либо привязывать какие-то события которые произошли в девятнадцатом году к моим действиям которые опять же в девятнадцатом году происходили но то есть сжимать их умещать куда-то это не очень интересно и когда ты понимаешь вот эти взаимосвязи когда ты был еще маленьким там ты познакомился там с определенным человеком какие-то события через пять лет произошли там или через три неважно неважно какие-то события ты принял какие-то решения там и так далее и они тебя и они тебя на самом деле привели к тебе сегодняшнему вот и не факт что те последствия которые ты совершил там 15 лет назад они не будут как-то дальше развиваться и в итоге когда ты вот это вот ну картина какая-то складывается до из тех дальних событий с ближайших там и из ожиданий каких-то будущих жизнь превращается в такие бесконечные нити которые тебя связывают со всем происходящим с людьми но на самом на самом деле это становится очень интересной и невероятной картиной благодаря которой ты тебе просто на самом деле становится еще интереснее когда ты не зарываешься там не замыкаешься на чем-то одном и понимаешь как жизнь происходит или не понимаешь от того еще интересней и неизвестно что тебя ждет пять лет вперед через пять лет к чему тебя приведет твоя жизнь может ты будешь вообще в другой стране говорить на другом языке и заниматься совсем другими вещами и тем жизнь интересно и замыкать себя какими-то рубежами там этот год мне принес вот это следующий год год там крысы собаки дракона хрен знает кого вот поэтому в этом году должно произойти вот это я должен себя вести вот так китайский календарь говорит мне вот это и и понеслась короче такая лабудень и связывает там с эзотерикой с чем угодно в общем это выглядит очень как-то глупо и построено на каких-то предрассудках и системах которые пытаются тебе что-то навязать вот та жизнь а вот без этих рамок без без всего вот этого гораздо интереснее и привлекательной и ты становишься смелее смелее своих действиях и решениях когда идешь каким-то каким-то решением открытым и не оглядываешься именно на какие-то системы или на то что тебе говорят другие люди чего мой хороший ко мне котик пришел вот если бы у меня допустим не было кота мне было сейчас намного скучнее и моей жене тоже вот в итоге у нас казался самый прекрасный код в нашей жизни идеальный код вот мы его очень любим он очень умный у нас и прекрасный да хоть и закрывая эту тему наверное в тысячный раз повторюсь что не стоит себя ограничивать не стоит себя загонять в какие-то рамки поскольку жизнь намного интересней и сложнее главное главное ничего не бояться идти вперед идти вперед через страхи и делать то что вы на самом деле хотите но главное ничего противозаконного хочу немного поговорить про кино недавно я посмотрел все серии нового ведьмака честно и несмотря несмотря на там какие-то недостатки я получил огромное удовольствие я считаю что это один из лучших сериалов в девятнадцатом году в конце девятнадцатого года есть конечно некоторые недочеты особенно для тех людей которые не смог не читали книги сапковского собственно по которым был снят этот сериал поскольку даже я в некоторых моментах потерялся и к серии 6 наверное начал понимать и что происходит что вообще происходит где там взаимосвязь и каким образом выстроены временные линии но несмотря на все это я серьезно я получил огромное удовольствие тот кто читал книги сапковского кому интересна тема подобного фэнтези я думаю им должно понравиться немного про работу в девятнадцатом году было достаточно хороших проектов они меня порадовали осенью была череда неудач таких откровенных неудач где конкретно пролетел но эти неудачи были связаны они непосредственно со мной просто сложились так обстоятельства какие-то люди не сработали так как договаривались вот и честно говоря я на тот момент впал в такое довольно большое уныние и я был близок депрессив к очень такому мощному депрессивному состоянию когда но просто уже даже не хочется ничего делать становишься близким близко к тому чтобы чтобы потерять интерес ко всему опуститься на полное днище вот но тем не менее я как-то пережил этот период появились новые проекты в некоторых моментах даже новые люди периодически работал с продакшеном который мне очень симпатизирует люди которые там работают как они работают как они взаимодействуют друг с другом и как они друг другу относятся это это очень важно непосредственно отношения которые они выстраивают между собой эта атмосфера которая создается внутри компании она конечно очень сильно решает особенно среди творческих людей потому что летом у меня был очень интересный проект но к сожалению к сожалению я столкнулся по моему мнению с не очень хорошим отношением это не связано непосредственно с работой это скорее какие-то личные отношения какое-то уважение наверное да вот и по прошествию какого-то время времени совместной работы тебе просто не хочется больше никак взаимодействовать с этим человеком это к слову о создании здоровой здоровой атмосферы внутри коллектива это очень важно еще в процессе в процессе работы очень важно что когда ты точно контролируешь процесс когда ты понимаешь что происходит никто не должен вмешиваться в твою работу не давать никаких комментариев ни режиссер не техник и тем более актер актеры в особенности поскольку периодически некоторые товарищи высказывали свое мнение о том как нужно писать звук в той или иной ситуации естественно не было времени им объяснять где они не правы поэтому я всегда делал по-своему а иначе и не могло быть вот еще что меня что меня удивляет всегда что женщины в отличие от мужчин как-то я имею ввиду среди актеров как-то более внимательные и аккуратные в работе со всеми остальными некоторые некоторые даже готовят свою одежду таким образом чтобы тебе было проще и легче работать вот это меня конечно удивило вот многие опытные актеры которые снимались которые снимаются там в рекламе в кино они понимают как как взаимодействовать со звукорежиссером звукооператором на площадке чтобы процесс происходил для обоих легче и быстрее это конечно это очень радует и когда ты работаешь с таким профессионалом получаешь истинное удовольствие а когда начинается вот это а может быть на пушку запишем а может быть вот это вот это ну может петлю там и начинается вот это вот всякая всякая фигня там допустим когда нужно четко зафиксировать петлю там в районе солнечного сплетения провести аккуратненько про провод его здесь же зафиксировать чтоб там он ничего не болталось и не было лишнего шуршания от этого провода и так далее над когда тебе просто создают проблемы мешает это сделать быстро и хорошо начинаешь беситься и хочется просто втащить ну ладно это мое личное конечно вот и когда встречаешься на площадке с актерами которые которые уже знают как все происходит и и уделяет этому достаточно внимания это конечно радует душу и сердце и ты получаешь просто колоссальное удовольствие на во время работы вообще сегодня хотел кардинально поменять атмосферу своих влогов выйти на улицу выйти вообще в лес куда-нибудь там потому что ну уже честно говоря надоело в этой обстановке писать но хочется какого-то движения хочется как-то разнообразить свое свои видео чтобы но и самому было интересно на самом деле и зрителю потому что хочется как-то все таки развивать развивать канал и добавлять новые атмосферы энергии чтобы было было всегда интересно вот но к сожалению я столкнулся с этой погодой вообще а что что думаете по поводу того что сейчас у нас с климатом происходит потому что но ощущение ощущение очень странные то есть зимы у нас до сих пор не было остался месяц но чуть больше месяца зимы и все что будет дальше что у нас летом будет нас получается какой-то слишком а средне континентальный климат будет то есть а лето никакое зима никакая и в общем я честно говоря расстроен есть есть желание уехать куда-нибудь совсем совсем другой климат и природу где преимущественно жарко я люблю жару солнце и вот это вот все а вот это вот и не зима не лето вот это честно говоря меня очень сильно расстраивает я наверное закончу на этом есть конечно тем достаточно много для разговоров как обычно вот но насколько меня хватает настолько я собственно и записываю но и чтобы у вас тоже не утомлять так что до новых встреч коллеги надеюсь увидимся на новых проектах на новых интересных создадим что-то что-нибудь интересное принципиально качественное до новых встреч пока так Get going так так и так Продолжение следует...